Около 150 выездов совершили пожарные на возгорание мусора на открытой территории и в контейнерах. С наступлением теплой погоды обстановка с пожарами в Вологде становится напряженной. Причем в большинстве происшествий виноваты сами жители. Сотрудники пожнадзора Вологды напоминают волокжанам о правилах безопасности и о том, какая ответственность грозит за сжигание травы и мусора. Подробности далее. У нас проходит рейд по дачным кооперативам в связи с тем, что уже зарегистрирован случай горения дач от сухой травы и мусора. Небольшой инструктаж от сотрудников МЧС и обязательно памятка. Но о том, что сжигать мусор и траву на территории участка вблизи домов нельзя, Галина Ивановна знает и обо всем позаботилась заранее. Вот что было у меня, мы все осенью, потому что было сыро, так убрали до этого. Так-то чего мне этот дом еще только строится до этой самой, так, ну все было повезено, убрано. Так и у других владельцев домов в дачном кооперативе «Керамик-2». На каждом участке, согласно требованиям, стоит специальная бочка для сжигания мусора. А территория вокруг обязательно убирается. Мы ее вытаскиваем на дорогу туда, там сжигаем. Ну, во-первых, вода, песок, все есть. Но бочку, когда сжигем этот мусор, обязательно гасим водой, когда уходим. Сучки сжигаем, траву там. Дительность есть на предприятии, всю жизнь отработала, пожар безопасно, знаешь, что такое. Кроме участков, сотрудники пожарного надзора осматривают и дома. В дачных домах мы смотрим соответствие проводки. В данном случае проводка новая, соответствует. Печного отопления в данном доме нет. Если в доме есть электроприборы, запрещается включать сразу несколько в одну розетку. Если газовое оборудование, то баллон должен стоять на улице в специальном шкафу. А сжигать траву и мусор на улице разрешается только на расстоянии 50 метров от строений. Все эти правила помогут избежать пожара. Ведь случаи, когда палы травы выходят из-под контроля, уже есть. Несколько дней назад в Вожигодском районе огонь с травы перекинулся на дома, сгорело полдеревни. Обстановка с пожарами напряженная. В связи с тем, что граждане разводят костры, осуществляют сжигание сухой травы и мусора. Все это создает условия для перехода огня на сгораемые конструкции зданий, строений и сооружений. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан это от 1000 до 1500, на должностных лиц от 6 до 15, юридические 100-200 тысяч. С начала года пожарные уже 150 раз выезжали, чтобы потушить вспыхнувший мусор. На нарушителей составляются протоколы. А проверки дачных кооперативов продолжатся, ведь впереди длинные майские праздники. Время, когда волокжане будут выезжать на природу и дачи. Быть бдительными нужно и самим гражданам, ведь маленькая искра может стать причиной большой беды.